Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня мы поговорим о моих бровках. Очень много меня спрашивают, Селена, Селена, чем ты красишь брови, как ты корректируешь их. Девчонки, я нашла выход давным-давно. Давным-давно, уже может быть пару месяцев. Если не больше, я протатуировала свои брови, сделала татуаж бровей. Раньше я делала татуаж бровей один раз, но мне не понравилось, у меня был какой-то непонятный цвет, и он как бы сошел, это было давно, лет 10 назад. А сейчас я постоянно корректировала брови, может быть, вы видели, они постоянно разные, то темные покрашу я их чем-то, то они светлые, то они там темные, там светлые, и вечно вырисовывала эти брови, мне надоело. Приходит ко мне Лена в очередной раз, которую вы все знаете, и у нее, оказывается, татуаж бровей. Я говорю, ты не говорила мне? Просто естественные. Конечно же, я не пойду к кому-то, я очень трепетно отношусь к своему лицу, и я не пойду делать к кому-то непроверенному мастеру. То есть это очень сложный выбор, я к этому очень вот так вот осторожно отношусь, поэтому лучше брать по рекомендациям, особенно если ты видела работу не просто даже по фотографиям, а вживую уже, да, или на видео, как сейчас. Вот, и Ленка ко мне приходит, и я говорю, ничего себе, у тебя татуаж бровей, даже никогда бы не подумала, и даже мысли никогда не закралась, просто идеальные брови красят все время. Я, естественно, говорю, дай телефончик туда-сюда. Все, пошла к этой девочке, все она прекрасно вымерила, сделала, то есть сейчас я вам покажу, у нас будет сейчас такой мини-вложик, все мои походы туда, к ней я ходила три раза, то есть первый раз я очень испугалась, поэтому сделали, ну, я испугалась, чтобы не переборщить, я сделала такой прям нежный-нежный, то есть вот чтобы прям под мои брови, она мне сделала под мои брови, но мне захотелось все-таки сделать потемнее, причем конкретно потемнее. И второй раз мы уже сделали более так темно, да, ну, в общем, были там нюансы из-за того, что было очень-очень светло в начале, да, получилось, что потом я еще пошла третий раз для того, чтобы уже на темном скорректировать какие-то вещи. Вообще хватает обычно два раза, и на коррекцию уже не ходит. В общем, поехали влог, а потом я к вам вернусь. Привет, мои хорошие. Ну, видочек у меня вообще офигеть. Просто. В общем, решила снять вложек коротенький, и начинаем мы с того, что я еду на бровки. И, видите, не накрасила их, посмотрите, какие они у меня, как они не надоели. Я хочу уже скорее-скорее новые бровки. И время сейчас просто, сколько, без двадцати, восемь, ой, восемь, девять утра. Я не накрашена, потому что если мне будут делать татуаж, вы представляете, да? Вдруг будут слезки. Счастье. Нет, я так рано вообще не привыкла вставать. Мне писала в глазах, я бы спала три часа. Не ругайте, пожалуйста, не ругайте. Все нормально, все под контролем. Просто вот такая. Все, я помчалась, и постараюсь снять для вас самые интересные моменты. Нет, главное, у мамы спрашиваю, говорю, мамуль, что там на улице за погода? Она мне, ну нормально, как бы это, морозится немножечко. Я вышла, просто такой дубак. Мне аж это, аж холодно на душе стало. Все, я приехала, сейчас меня встретят. Ой, ну я делала бровки когда-то, это не больно. Я не помню, чтобы было больно. Кристинка моя тоже хочет сделать бровки, но она боится. Привет! Я знаю, что вас всех будет интересовать по поводу боли, потому что Кристинка, когда захотела сделать, она сразу сказала, ой, это так больно, наверное. Я скажу, на что это похоже. Это похоже на то, что щипают бровки постоянно, причем не крупные тяжелые такие брови, которые прям аж отдают где-то в глубине души боль. Такие мелкие волосочки, как будто их дергают, дергают, дергают постоянненько. Но это, не знаю, даже не то, что терпимо. Я лежу, не терплю. Больнее даже эпиляцию делать, я вам скажу, ног. Хотя мне ничего не больно. Я уже, эти красоты требуют жертвы, а я жертва красоты. Так, так что вот. Но это мы еще не закончили, это вот на середине процесса. Ну вот она я и в машине, счастливая, счастливая. Вот смотрите, что у нас получилось. Я хотела светлее, как бы будет светлее. Это вот у нас сейчас. Хотя мне и сейчас нравится. Для того, чтобы они, когда заживут, были такие, их нужно делать темнее. Но я решила, чтобы подъестественные были, да, лучше. Лучше перестраховаться и оставить так. Похожу с ними, посмотрю. Захочу темнее, я уже приду на коррекцию и сделаю потемнее. Мне кажется, идеально. Я бы такие брови вообще никогда не нарисовала. Это просто, это просто. Это настроение мое зашкаливает. Единственное, что я очень хочу есть. И вот, что еще хотела вам сразу выложить. Но знаете что? Я это видео выложу тогда, когда уже они заживут. Ну что, мои хорошие. Прошло уже у нас, не знаю сколько, прошел месяц. Даже чуть больше с задержкой на неделю, потому что всякие дела непредвиденные были. И, наконец-таки, я... Пакет от коляпки. Вот так вот все время. Наконец-таки, я, в общем-то, добралась до своих бровей. И сейчас мы делаем, и делать собираемся корректировку. Значит, чуть-чуть, думаю, сделать их потемнее. Так, вот мне намазали анестезией. Причем еще не делали. Искизик такой красивый. Я прям вот так бы и оставила себе бровки. Вот. Ну все, мы приступаем. Увидимся после... Все. Снимаю свои бровки. Уже это не сразу после процедуры. Это уже прошло раз, два, полтора дня где-то, да? Ну, в общем, позавчера я только делала. И, в принципе, ничего не изменилось. То же самое было мне сразу после процедуры. Вообще, вот так вот держится примерно... Не помню сколько. На какой-то день, уже четвертый или пятый, но посмотрим, уже начинает... Уже начинает сползать все. Сейчас я это все протираю хлоргексидином и смазываю тонким слоем вазелином. Вот. Ну, чтобы не стягивало. Ну, у меня обычно не стягивает ничего. Вот. И хотела сразу сказать, потому что в Инстаграм, когда я выложила пост, было очень много комментариев таких, типа, ой, такие широкие, такие темные. И я поняла, что не все, оказывается, знают еще про татуаж. Поэтому я так, ну, как бы, просто показываю и все. И думала, что все в курсе, как это делается и что. И сразу могу сказать, что татуаж, естественно, он сначала идет толстый. То есть толще, чем обычно. Он намного темнее, чем в итоге. Вы помните, как мне сделали, какие брови были? И что в итоге осталось? В итоге осталось вообще просто под мой цвет ничего не видно. И что я захотела темнее. И еще неизвестно, что получится, когда вот здесь все слезет. Может быть, я еще темнее захочу. Вот. Поэтому не судите сразу по тому, что после татуажа. А смотрим, что будет, когда все заживет. И конечный цвет, и конечный оттенок будет вообще еще только через месяц. Они у меня полностью слезли. Прекрасный цвет получился. Просто все замечательно. Я в восторге. И вообще, татуаж это best the best. И спасибо мастеру. Ссылку я, конечно, оставлю на нее внизу. Естественно, с вами поделюсь всей этой красотой. Кто еще сомневается, мне кажется, что вообще супер-мега-класс. Класс. Что я раньше не делала. Ну, раньше не было мастера такого. Спасибо, Элина. Ну, вы посмотрели, в общем-то, всю историю моих бровей. Сейчас они вот такие. Они полностью зажили. Естественно, мои брови, они светлее. Поэтому еще такая, знаете, легкая пелена, наверное, присутствует на моих бровях. Такая, что не очень темная. Такая, как бы темная бровь, да. И светлые мои волоски. Вот. И как бы такой цвет получается, да. Но я собираюсь покрасить свои волоски, потому что когда на солнце блестит, это некрасиво. Сейчас просто пройдет еще немного времени, потому что месяц после татуажа нельзя красить брови. В соляре нежелательно ходить. Вот. И я свои волоски закрашу. И думаю, что будет все вообще замечательно, идеально. Брови я сейчас не трогала. Я их вообще не трогаю. Я про них забыла. Я встаю утром. Прекрасная. Люблю себя. Просто замечательно. И, короче, я довольна. И мастером полностью довольна. И когда придет время делать коррекцию, или может чуть потемнее, или еще что-то, я только к ней пойду. Я не знаю вообще как. У меня девчонки есть, которые там ищут кого-то, говорят, вот. А если вот я туда пойду, там какие-то ученики, еще что-то, я говорю, вы с ума сошли. На самом деле, это не простая работа, да. Это, я считаю, что должен быть человек вообще от бога прям. В общем, я своими бровями довольна. Я встаю утром, люблю себя. Просто вот. Очень естественно и натурально все. Ну, сами можете посудить. Вот, под разными вам углами. Вот они светленькие мои. Да? Ну, вот так вот видно, что мои светлые волосочки. Видите, вот они. Вот, вот тень. В общем, вот такая история моих бровок. И, честно говоря, девчонки, для меня это выход. Выход. Я вообще ленивая, что касается бровей, их постоянно красят. Вообще. Вот такие вот дела. Ссылочку, естественно, на своего мастера я оставлю внизу. Она работает в Инстаграме, поэтому через Инстаграм можете вы ее найти. И посмотрите ее работы. Она все выкладывает. В общем, она подходит к своей работе очень-очень четко. Это не то, что там сделала и все. То есть, мне кажется, она более даже к этому относится, знаете как, более внимательно и трепетно, чем может быть даже сам человек, понимаете? Потому что это ее работа, это ее лицо, да, на ваших бровях. Лицо ее работы, как по-другому сказать. Вот, поэтому она относится к этому очень ответственно. И мне понравилось. То есть, я понимаю, что я практически могу расслабиться и довериться человеку, с таким отношением к своей работе. Вот. Ну вот и все. Я побежала к своему малышу. Вы проходите по ссылочке и посмотрите работы. Все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую, обнимаю. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!